При этой мебели никаких перемен не будет. Этот режим уже полностью себя показал, отразил, дискредитировал. Какие-то слепые люди были, еще говорили, наш президент Тигр. Наш президент Тигр. Он интеллигентный и тому подобное. Человек ноль. Я об этом уже больше пяти лет говорю. Он ничего не может, его команда тоже импотентная, они ничего не смогут сделать. Будут только врать и обещать, что мы предлагаем. Я многократно говорю, что нам нужно свергать этот режим. Но да, люди боятся. Говорят, дайте нам лидера. Ну вот сидит Марат Жаламбаев в тюрьме, появился, его закрыли. Мне прямо сказали, это заказ Стакаева, посадить меня. И таких лидеров было много. Народ же не защищал. То есть получается, что лидеры появляются, народ за ними не идет. Их сажают в тюрьмы, и люди снова говорят, дайте нам лидеров. У нас не было лидеров. Лидеров при таком пассивном народе никогда не будет. В этой связи, что мы предлагаем? У нас есть очень много людей по стране, которые готовы действовать. Но они кормят свои семьи. Они от случая в случаю вынуждены участвовать в этой борьбе. Когда у них есть возможность. Когда они вне работы могут прийти, расклеивать листовки, выходить на митинги. Они есть. Но для этих целей нам нужно, чтобы они занимались именно профессиональной деятельностью свержения режима круглые сутки. Для этого нам нужно им платить. Вот тысяча групп или три тысячи человек. Это ядро сопротивления, которое требует финансирования. Именно поэтому я объявил сбор 60 миллионов евро или 30 миллиардов тенге. И сразу заявил, что все те, кто успеет проинвестировать деньги, и мы успеем, допустим, первый миллиард тенге собрать, им коэффициент вознаграждения 100. От 2 до 20 миллионов евро, коэффициент пограждения 50. И вот таким образом мы такой механизм разработали и предлагаем тем, кто проинвестирует такую борьбу, заработать большие деньги. Я видел комментарии, некоторые говорят, ну это типа финансовая пирамида. Что такое финансовая пирамида? Это когда люди кладут деньги в какие-то организации, где они не знают, кто они. У этих людей нет успеха. Это вообще абстрактные люди, которые что-то обещают. Что предлагаем мы? Мы говорим, нам нужно 60 миллионов евро или 30 миллиардов тенге. Мы объявляем премию, такую, которую вы получите на инвестиции в 100 раз, 50 раз и так далее больше. Суммарно, если вы инвестируете 60 миллионов евро, это получается возврат 2 миллиарда евро. Что такое 2 миллиарда евро? Один Кайрат Сатабалды, по словам Токаева, вернул больше полутора миллиардов евро. Один. Но зарабатывалось свыше 200 миллиардов долларов, личное состояние из которых 100 миллиардов внутри страны. В виде промышленных активов, банков и так далее. Заводы, фабрики, электростанции и так далее. Поэтому, когда финансовая пирамида, ты не знаешь, кто эти люди. Ты не знаешь, как они зарабатывают. А здесь у нас все просто. Вот она. В национальных резервах свыше 90 миллиардов долларов. У Назарбаева этой верхушки свыше 200 миллиардов долларов украденного имущества. И нам нужно всего лишь тем людям, которые профинансировали, выплатить 2 миллиарда. 2 миллиарда евро. Где финансовая пирамида? Вот вы инвестируете. Вот они деньги. Вот национальных резервов свыше 90 миллиардов долларов. Вот у Назарбаева свыше 200 миллиардов. Вы все видите. Наша задача просто свалить режим. Но сейчас накал уже такой. Все проклинают Токаева. И видно, что если мы сейчас быстро соберем деньги и профинансируем этих активистов, а они выведут за собой людей, по всем регионам нашей страны, мы режим можем свалить уже в этом году. Но я говорю осторожно. После того, как мы соберем 60 миллионов евро, мы гарантированно свалим режим в течение одного года. Понимаете? А вы сами сейчас видите. Видите, какой накал? Какой накал, как ненавидит режим. Он все равно этот накал выстрелит. Просто так не получится, что люди повозмущались и все. Потому что сейчас не будут реальной компенсации за потерянное имущество. Люди будут возмещены. Они потеряли работу. Будут стоять на очередях. В западном Казахстане, вы видите, нефтяники бастуют больше четырех месяцев. Этот режим не обращает на них внимания. Все это недовольство собирается, собирается. И оно завтра выстрелит. Но нам важно, чтобы не было жертв. Нам важно, чтобы были лидеры. Чтобы этот процесс был организован. Именно поэтому я обращаюсь к вам о том, чтобы вы участвовали в этом инвестиционном проекте. Вы всего какую-то сумму вкладываете, зарабатываете в 100 раз, в 50 раз больше. Понимаете? И это реально. При финансовой пирамиде, когда говорят МММ, что вы увидели? Где он там обещал вам перед вами реальность? А у нас реальность, вот она. Национальных резервов свыше 90 миллиардов. Богатство политической верхушки больше 200 миллиардов долларов. Вот она реальность. Никакой финансовой пирамиды. Мы просто финансируем, объединяемся, быстро валим режим и быстро все меняем. Как только власть падает, мы в течение трех месяцев произведем все эти выплаты. Во-первых. Во-вторых, спишем потребительские займы почти у 8 миллионов человек, плюс часть ипотечных займов. Вы знаете, те люди, которые будут участвовать на победном митинге, получат по 5 миллионов тенге. Вы знаете, что люди, которые организовали ячейки, получат по 50 миллионов тенге или 100 тысяч долларов. И на все про все, все расходы, это 20 миллиардов долларов, когда в национальных резервах лежит свыше 90 миллиардов долларов, свыше 200 миллиардов долларов в Азербайве. Видите, все просто. Просто нужно мобилизоваться, просто нужно объединиться, просто нужно инвестировать. Все те, кто сейчас инвестирует деньги, они реально заработают. Все те, кто сейчас инвестирует деньги.